30 лет было трагедией в декабре, и Армен Пресс занималась поиском фотографий. И когда искали, нашли и белорусский след. И после этого к нам обратились и сказали, наверняка у вас есть такие снимки. Учитывая, что белорусское телеграфное агентство пишет историю нашей страны, когда-то писало историю большой страны под названием Советский Союз, мы пошли в архивы и нашли эти фотографии. Оказалось, что, конечно же, фотокорреспонденты Белта работали не только в месте трагедии, и их глазами тоже, в том числе в большой стране, видели это огромное горе. Когда мы отбирали работу, к этому делу мы подходили очень ответственно, потому что память о спитакской трагедии очень свежа. Потому что несколько из наших фотокорреспондентов и журналистов, которые работали в спитаке, до сих пор работают в Армен Пресс, и вот к этому делу мы подходили очень основательно. Фотовыставка, как такова, имеет очень интересный посыл. Это посыл возрождения, посыл человечности, посыл памяти и посыл благодарности тем странам, народам, людям, которые в эту трудную минуту для армянского народа протянули руку помощи. И совместно мы прошли путь преодоления вот этой природной катастрофы и возрождения Североармении. Вот этот уникальный проект, который был реализован при самом-самом тесном взаимодействии информационных агентств Армен Пресс и Белта, идея заключалась в том, чтобы лейтмотивом дать две вещи. В первую очередь это память, в вторую очередь это именно благодарность. Благодарность, которая, наверное, с годами, в своем значении, в своем величии еще больше приумножается и позволяет как-то строить планы вместе на будущее. У белорусов есть очень хорошее слово «талака». «Талака» означает одно – с любой болью, с любой радостью в жизни нужно справляться вместе. И я бы сказала, что эта выставка прежде всего об этом, о том, что нужно помнить, что вместе действительно проще преодолевать любое горе, любое горе, любые трагедии. Здесь очень много фотографий как раз-таки, где белорусские строители работают на разборе завалов, где они работают над проектированием зданий, где они работают на строительстве, где они в зубрёнке. То есть видно, что тогда все вместе были толокой, а по-другому никакая боль не преодолевается. Наверное, это такой посыл нам всем, сегодняшним людям, чтобы понимать, что все нужно всегда делать вместе.